МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и при Байкале на канале Ангара.Медиа. С вами Надежда Фролова. Усилить контроль за детьми на водоемах призывают сотрудники МЧС. На Иркуте, Китое и Белое наблюдаются забереги от 10 до 60% и шугоход от 10 до 90%. Эксперты напоминают, в затяжную теплую осень становление льда проходит медленно. Тем не менее, в местах, где у берега начала образовываться тонкая корочка, можно увидеть следы любопытствующих. Люди проверяют лед на прочность. Инспекторы ГИМС проводят проверки звонков поступающих от бдительных граждан, заметивших несовершеннолетних у воды. Новая стоматологическая клиника с полным спектром услуг работает в Ангарске. Теперь получить белоснежную улыбку можно без долгих ожиданий и дискомфорта. Профессионализм, ответственность и вежливость этими качествами должен обладать врач-стоматолог. Именно такие работают в новой стоматологической клинике в 61-м квартале. Пациентов принимает взрослых и совсем маленьких. Для каждого индивидуальный подход. Профессиональная чистка зубов, протезирование, удаление и лечение – это далеко не полный список услуг, которые оказывает клиника. К нам обращаются пациенты с нарушением дикции, нарушением функции желания. И мы стараемся все это им восполнить, воссоздать в полном объеме. Делаем протезы мы съемные, делаем несъемные. Мы занимаемся протезированием на имплантах, изготовлением коронок из дексида циркония, безметаллой керамики, виниры. Все это мы делаем на высококачественном новом оборудовании. Качество и надежность – два основных принципа, которым следуют врачи новой стоматологической клиники. Специалисты работают только на профессиональном оборудовании премиум-класса. Ценность клиники еще и в том, что срок ожидания тут минимальный, а цены ниже за счет собственной зуботехнической лаборатории. Я пришел работать зубным техником, потому что хотел дарить людям красивую улыбку, здоровые зубы. И новая стоматологическая клиника мне в этом помогает, обеспечивая меня очень качественным, самым новым оборудованием. Рентген также можно сделать сразу в клинике. Благодаря этому оборудованию врач видит полное состояние зубов. Здесь действует постоянная система скидок. Для ветеранов труда бесплатное протезирование. Акция для всех на имплантацию, а терапевт лечит два кариеса по цене одного. Видя то, какой пациент приходит до, и после, когда мы все протезируем, ставим коронки, ну это просто непередаваемое ощущение. То есть дарить людям надежду, улыбку, видеть их счастливые лица, это многого стоит. Новая стоматологическая клиника даст ощущение молодости, красоты, уверенности в себе. Стоматология работает с понедельника по субботу по адресу 61-й квартал 24. Альберт Домнин, Ксения Высоцкая, Марина Минченко. Новости 360 Ангарск. Показания в суде о бунте в колонии номер 15 дал начальник ГУФСИН Приангарья. Напомним, инцидент произошел 10 апреля 2020 года. По словам Леонида Сагалакова, накануне инцидента осужденные напали на сотрудника штрафного изолятора, затем подожгли несколько зданий. Офицер вел полуторачасовые переговоры с заключенными, потом в него бросили камень. После бунта ВК вошел спецназ. Было обнаружено множество мобильных телефонов. Уже к середине декабря начнутся занятия в обновленном бассейне Ангара. Сейчас капитальный ремонт выполнен более чем на 70%. Напомним, реконструкция началась два года назад и скоро будет завершена. На объекте побывали наши журналисты. Сами фильтры емкости сохранили, вытащили фильтрующий материал. Это мрамор и кварцевый песок. Прочистили все форсунки. Но это ребята, конечно, вообще красавцы. А вот подводные трубы, сама система подвода воды, она была полностью заменена. А емкости именно фильтрации остались. И это из-за того, что мы их физически не смогли заменить. Две емкости было, две емкости мы и сохранили. Светлана Бажанова рассказывает о нюансах ремонта бассейна. Работы кипят вовсю уже к 1 декабря. Согласно контракту, реконструкция должна быть завершена. А числа с 15-го планируют начать регулярные тренировки. Чаша в Ангаре останется именно для занятий спортом и проведения турниров областного уровня. Наш бассейн ждут очень сильно федерации плавания Иркутской области. Потому что бассейнов много, но не все их делают спортивными. То есть тумбы не соответствуют, дорожек нет размеченных, хотя длина стандартная 25 метров. Поэтому у нас федерация Иркутской области по плаванию очень прям сильно бьят за нашим объектом и очень против, чтобы он остался именно спортивным. Напомним, ремонт бассейна начался в 2021 году. Работы выполнены более чем на 80%. В помещении с чашей отделочные работы уже завершены. Установлены светильники, смонтированы новая вентиляция и подвесной потолок. Вокруг установили лотки для слива воды. Заменены лестницы и бортики на вышках. А на обходных дорожках вокруг бассейна сделан теплый пол. А вот малая чаша ремонту не подлежала, поэтому ее демонтировали. К тому же изменились требования. Система водоподготовки была одна. Это фильтрация, хлорирование. Но сейчас требования другие. Должна быть отдельно. На малую чашу отдельная водоподготовка, на большую другая водоподготовка. Это правильно. Здесь температура спортивная. У нас вода холодная до определенной температуры. А в малой чаше она должна быть теплее. И одна система водоподготовки, хлорирование разная. Для взрослых одно, для малышей другое. И поэтому малую чашу – это практически отдельный бассейн строить, отдельное здание строить. Но мы об этом говорим. Земельный участок мы уже рассмотрели. Это будет единым комплексом, даже если это будет отдельное здание. Отметим, работы ведут при софинансировании областного и местного бюджетов. Еще один ремонт скоро завершат на территории за зданием бассейна. Уличная площадка вошла в программу местного министерства социального развития. Две баскетбольные, две волейбольные. Ну, соответственно, баскетбольные щитки не будут футболистам мешать. Волейбольные снимаются, то есть они съемные. И, соответственно, пожалуйста, играем в футбол. То есть три вида. Как и в принципе оно и должно быть. И прекрасная, современная резиной покрытая площадка для УФП. Это просто шикарно. Уже не на асфальте, не на гравии, а именно на безопасной резине. Кроме того, по госпрограмме развития физической культуры и спорта на стадионе появятся четыре беговые дорожки протяженностью 400 метров. В каждое и установят судейский павильон. Альберт Идомни, Новости 360, Ангарск. Об основных факторах автопроисшествий в межсезонье напомнили сотрудники ГИБДД. Если в теплые месяцы ежедневно в Прибайкале происходит 70-100 ДТП, то с понижением температуры воздуха их число достигает 140. В 46% случаев главный фактор – недостатки в состоянии трасс. Львиная доля погибших – 70% зафиксирована на федеральных и региональных магистралях. Хотя самих ДТП всего 20%. То есть люди гоняют. Основные причины аварии – несоблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Подведены итоги 23-го традиционного турнира по кикбоксингу «Сибирский дракон» в памяти тренера Валерия Башурова. Соревнования прошли в двух разделах – «Лайт-контакт» и «Кик-лайт». Как проходили соревнования и кто стал победителем – далее. Турнир, посвященный памяти Валерия Башурова, уже в 23-й раз собрал представителей клубов со всей Иркутской области. В этом году около 170 участников от 7 до 18 лет. Традиционно бои проходили по разделам «Лайт-контакт» и «Кик-лайт» сразу на двух татами. Данные соревнования являются стартовой платформой в будущем соревнованиях, которые сейчас будут отборочные на Иркутскую область, первенство чемпионата, Сибирский федеральный. Поэтому я считаю, что такие соревнования должны проходить. Это обмен опытом между клубами, спортсменами, тренером. То есть увидят свою работу, которую они проделали. Работу над ошибками после этого проводят. Это здорово, молодцы. Воспитанники школы Валерия Башурова в общей сложности завоевали 23 золотые медали. А самыми результативными уже который год оказались спортсмены, которые провели за один день больше трех поединков. И также принесли в копилку команды несколько наград. Это Арсений Дубровин, Семен Коновалов, Даниил Зевянов, Савелий Косенко, Глеб Шея, Николай Мальцев. Стать лучшим бойцом турнира признан Арсений. А Савель получил приз за лучшую технику, как и представитель Вихоревки, Глеб Овчинников. Дипломами за волю к победе удостойны иркутяне Ярослав Фетченко и Мирон Марчев. Альберт Идомни, новости 360 Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся вечер памяти Татьяны Михаила Бачиных. Книжная полка «Инны Фрук». Вездеход «Хочу в Малайзию». Телефонные мошенники атакуют ангарских детей. Стадион «Кубок памяти ангарских баскетболистов». Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. В Байкальске 2 ноября пасмурно, с утра снег. Днем температура воздуха составит 5 градусов ниже нуля. В темное время минус 8. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Атмосферное давление 709 мм ртутного столба. В Листвянке преимущественно солнечно. Днем около 2 градусов ниже нуля. Ночью на тюрьмометре можно будет наблюдать минус 2,4 м. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – автосервис «Докавто». Компания «Докавто» – это полный спектр ремонтных услуг. Стенд вход развала «Хантер», восстановление подвески и шиномонтаж. Гарантии на все виды работ. Автосервис «Докавто» – 254-й квартал, дом 1, строение 1. Телефон 608-003. Ваш автомобиль «Хантрит» – приезжай в «Докавто». Диагностика и ремонт ходовой части, рулевых реек и АКП. Проточка тормозных дисков и шиномонтаж. Замена всех спецжидкостей, а также жестяны и лакокрасочные работы. Станция техобслуживания «Докавто». А теперь о погоде в Ангарске. В четверг солнечно, днем минус 4 градуса. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 8. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров. Тут на вас столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале «Ангара Медиа». А я желаю вам отличного настроения. В любую погоду. Осторожно, обман! Вам позвонили с неизвестного номера? Представились сотрудникам службы безопасности банка? Сообщили, что вашу банковскую карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации? Запомните! Настоящий сотрудник банка никогда не спросит номер банковской карты, CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции. Не поддавайтесь на уловки мошенников! СПОСИТЕảng! Да! Идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Уйдьте бдительны и не давайте преступникам шанса.